всем привет с вами гем сегодня пишем видео на 10 некра я еще не засекал секундомер заодно включим посмотрим сколько будет заход нет так сейчас мобов поставлю насчет лидерки как бы я не уверен я не знаю как этот кап работает сколько кап спида поэтому я поставлю ланет лучше лидером где белка и во где хвани так вот он так сейчас объясню кто для чего руны покажу в конце по идее видео я проверю настройки так да все правильно ничего поехали короче ланет тупо для сбития щита ну и плюс когда на боссе висит раскол если она критует ультой она достаточно много бьет около 30000 насколько я помню потом кто еще хва тупо для хорошего урона для замедления вам такой же хвахи хвахи для подхила для так бафой как бы для тоже для сбития щита ну плюс гланцы могут прокнуть минус пати в том что у меня хва не раскачана девилами вообще хвахи также и кто еще ланет не докачаны вам вообще ничего не вкачано так я куда-нибудь секундомер вот сюда куда-нибудь поставлю что он не мешал и минус этого пати в том что хва в поломанных рунах под никра получается она должна ходить предпоследний либо последний то есть у меня находит предпоследний у меня первыми идут белка потом ланет потом хвахи потом хва и потом вам короче основная идея пати в том чтобы просто повесить замедление на босса то есть как только вешается замедление на босса все это это первое его смерть как правило то есть пак можно сделать безопаснее там вместо хвы взять до ковбойку например водную но это будет намного медленнее ну посмотрим пак не стопроцентно это то есть пока только я чуть-чуть настраиваю не видите ни у кого скиллы не докачаны руны я покажу господи чё так лагает она и там лече ничего себе меня как пролагала если с первого хода вешается замедление это прям и так это супер но не повесилась вот повесилась супер вамп вешать дебаф и плюс у него две мульти атаки достаточно круто так белочка раскол сейчас должна повесить да вот все супер понеслась бам хва вообще вырубает босса аронами все объясню видели вам 22 удара по 21 не кританул как бы вам вообще нормально босса гасит он у меня в контратаке ну по рунам я все покажу так сами видите как все в принципе происходит по эхвахи вообще раздала нормально так принципе все ровно идет да супер вообще атак баф блин замедление не легло только раскол лег в общем смысл пока в том что вам нужен dd какой-то который будет не бесполезный то есть это какая-то канг-фу даже не критом 13000 ланет ударила ну вот видите три минуты то есть это по современным меркам это достаточно быстрый пак из три минуты при том что ну вы короче сами все видели черт объяснять я не знаю сейчас по рунам и по всему остальному пройдемся блин секундомер сейчас уберу его а то он немножко мешает куда-нибудь вот сюда его просто так не выключишь это дебильный секундомер это первый который я нашел так что не ругайтесь почему зеленый не знаю мне нравится зеленый салатовый по рунам вот короче вот статы планета все но меня просто бесполезный кусок крита мало я в курсе но это был просто тест это не то бруны на нем одеты далеко просто я отдел чтобы он ходил первым после ну как бы не первым вторым после белки и чтобы по идее конечно должен ходить первым но блин как даже правильно сказать не знаю короче не хватает у меня рун таких хороших для того чтобы потратить их на некра то есть это не приоритет для меня мне нужно белку одевать хуже а если белку одевать хуже мне ведро на другой пак нужно одевать хуже короче там бред получается полный там цепочка такая в общем смысл в том что она ударила 13 тысяч не критом планет атака на тридцатку бьет критом с ульты критует редко но сами знаете вкр короче там и 20 процентов крита нет и 15 процентов крита нет как хочешь можно в принципе сюда крит руну поставить но у меня хорошей лишней нету как бы я бы с удовольствием воткнул здесь спит обязательно чтобы она ходила перед вашими дд а здесь как бы я поставил хп чтобы она не умирала но дамаг ей ничего не дает хп ей тоже мало что дают в итоге я честно хрен его знаю что ставит дамаг наверно лучше но я хп воткнул потому что не 10 спида видите на этих и пороге 10 спида и крит дэмэдж есть ревенж обязательно без ревенжа нельзя видите даже недоточены некоторые руны у меня просто вот так кто там еще белка белка у меня не в ревенже я в одном из видео объяснял по поводу ревенжа повода немезиса вот такие статы убилки то есть точность пустаты белки в принципе значение здесь толком не имеют она по большей части хиллер и раскол и все не более принципе она никакой погоды здесь не делает так хва вот хва это такая очень такая тон тонкая такая тема у меня вайлен брокен стоит как у многих здесь атака здесь скрит здесь атака объясню почему во втором слоте нельзя ставить спит потому что в противном случае она будет ходить перед хвахи или или по поводу хвахи сначала да на хрен хво подождите хвахи можно заменить калин сейчас покажу и будет не намного хуже и будет немного хуже по скорости точно будет хуже но будет скорее всего безопаснее где это гнида я не могу найти калина люты где так так коку где она вот она коку коку короче там был атака то есть вайланд ревенж и кру нам она неприхотлива то есть ей можно смело поставить что-то типа спит атак хп и все и причем там хп допустим 5 звездная потому что у него база хп там что-то порядка 9000 примерно на 6 звездных то есть она толстая получится это мульти атака это хил плюс атак баф то есть это замена хвахи в чем-то лучше в чем-то хуже хвахи делает просто тонны урона по сравнению с калин там с ульты видели она в раскол 6 раз по 4000 кидает в критами то есть это много но она решает атак дебаф калин но у меня это вам тоже вешает так что когда смотрите сами так по ронам хвахи вайланд обязательно к ве я вернусь к царям что я так перескочил просто я объясню почему хватало хвахи должна ходить до ваших дд то есть допустим 3 у вас должно быть 2 дд по идее в пати потому что с одним дд может не хватать урона если это не конфудимы так вот такой спит у меня вот столько атаки столько хп то есть приблизительно 15 тысяч хп на негре достаточно чтобы выживать достаточно долго и чтобы убивать босса это нормально так вайланд я ревенш поставил просто потому что у меня во первых сейчас много ревенш он сами видите по количеству моих рун во вторых потому что есть это круто я поставил атак 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 фулл атак чтобы она много хилила врать не буду сколько она там хилит по-моему то ли тысяч шесть то ли тысяч девять точно не помню ну нормально там она дает атак баф видите скиллы у меня не вкачаны вообще никакие с фулл скиллом намного сильнее хвахи просто в тысячу раз ну дамаг видели в принципе полезностью видели хороший моб очень очень неплохая хвахи так теперь вернемся к вот этой подруге почему я не ставлю спид слот во первых на некре стоит капспида кто не знает там почитайте о белочке босса на нем капспида стоит то есть это приблизительно как у лео работает я то есть примерно объясню как это работает могу заблуждаться но это то как я это понимаю то есть допустим у босса 150 спид кап пофигу сколько у вас будет спида выше 150 уже не будет ни у кого примеру у вас там белка 190 спид смысл в том что у нее скидется спид до 150 но она просто будет ходить 1 вот и все как бы вот так поэтому атака для хвы лучше ну и плюс само по себе атака дает больше урона для хвы тут можно спорить об этом много но это факт тоже давно доказано что атака дает намного больше для хвы это без вариантов вообще любому мобу даже который стелется от спида как хво там хоть и мире хоть кому атака все равно даст больше просто где-то там в башне до без педруны это не получится хво играть ну и почему я говорю то что пак неудобный некор там вот и дебильный потому что вы ломаете свою хво без педруны вы ее нигде не будете юзать кроме гв кроме арены кроме некра может быть на драконе ну там ну там специфичный пак там кто видел видео бареона тот поймет и по поводу рун все ставят критрейт то есть это такой мейнстрим после видео бареона все ставят критрейт я ставлю критрейт не потому что как бы как правильно сказать не потому что там это это топ это дерьмо на самом деле извиняюсь за мой французский но я не могу позволить 70 хотя бы крита с крит дэмэдж рун и я просто не увожу потому что хва по параметрам очень как бы так сказать по точнее очень жадный персонаж то есть ей обновременно нужно колоссальное количество спида плюс колоссальное количество акурси из-за ее пассивки и при этом куча крит дэмэджа куча крита атаки и при этом чтобы она еще не дохла то есть все статы нужны очень очень много статов нужно и как бы позволить их себе очень трудно то есть но я такой вайлент не могу отдать мне надо всех разделить чтобы одеть и реально топовый вайлент и поэтому большинство игроков тупо ставит крит не потому что это топ а потому что как бы так проще просто проще ну и плюс когда у тебя около соточки крита каждый крит просто инсейн урон вообще-то хва достаточно много бьет в особенности с дабл удара так что мы вы поняли сейчас покажу чувака акскиву это задрот у нас гильдии такой очень жесткий не смотрите на его арена рейтинг это бывший топ-1 кто играл на глобале помнит там акскива был очень очень жестким задротом сейчас я покажу его хво так это чисто под босса сделанная хво у него ран есть герой такое это аналог вы темный да код смотрите ее статы вот атак крит и матча так вайлент короче вот в этих рунах сколько он писал она с атак бафом тогда скрин кидал делала 8к за удар по моему в раскол а делает она или 4 или 5 ударов вот этой штучкой до 4 удара по 8000 из 32 косаря она бьет у нее статы некоторые чуть лучше чем у ах вы то есть базовая атака но я с ним разговаривал он говорил что хво бьет не намного меньше то есть хватом тоже тысяч по 30 плюс лупит вот в этих его рунах так что ничего такого то есть это реально если вы такие руны можете позволить и вы действительно хотите там сделать супер спид некра там или дракона весь смело ставьте крит дэмэдж на хво ну и он же вот этот парень один из первых кто сделал авто некра б10 потому что у него просто безумные руны просто ну и сам он достаточно умный чувак просто его игра задолбала вот сказал скучно я сейчас мало играет очень так что так атак дэмэдж атак атак статы показали все такие статы по хп видите тоже там приблизительно ну 15000 у меня у большинства монстров так видите скилл и не вообще не качено абсолютно то есть пак был бы лучше со вкаченными скиллами кто еще хвахи показал так хво показал белку показал вам да вот вам видите скилл и вообще не качественный я буквально пару дней назад вам подокачал вот статы то есть около тоже 15000 спид самый маленький чтобы он ходил последним то есть в идеале можно было бы сделать чтобы уходил перед хвой тогда хва чаще бы вешала замедление да но как бы так короче я не могу столько спида набрать ему и столько спида снять хвы то есть получается такой как бы конфликт у меня у мобов то есть в этом минус пока но я собрал пак из того что я имею то есть вы можете хву заменить на какой-то например там ковбойки но сейчас по поводу этого дальше поговорим вот руны вайланд ревенж обязательно короче все мобы которые у вас есть должны быть вайланд ревенж ну или хотя бы там три из пяти или четыре из пяти мобов должны быть вайланд ревенж для стабильности на некре то есть вот этот мой пак он я не скажу что он стабильный мне кажется он будет фейлиться потому что если замедление ни разу не повесится там вайланды не прокнут ревенжу не прокнут и там он будет воровать все время хво и хво будет бить моего вам по вайландами туда это слив наверно будет так потом что еще вот породам сейчас покажу как бы в принципе роны вы можете зайти на сервер глянуть через арену у меня вот такой вот вампир то есть немножко курсе чуть-чуть спида и в принципе я не целился для того чтобы спи собрать много атаки немножко хп бонусами куча кредем и же куча крита так ланет ланет это монстр которого можно заменить любым мобом который будет хорошо сбивать щит бусу абсолютно любым сейчас покажу и хву надо можно заменить кем-то кто еще будет вешать замедление но почему я беру хву это для урона для скорости прохождения то есть допустим с какой-то ковбойкой воды да сейчас покажу ковбойку воды было бы безопаснее но дольше так сейчас где 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 ковбойка воды блин сорян что я не одупляю вот как она то сира замедло плюс дабл атака то есть аналогичных век только вы должно прокнуть это куча ударов там уж таки 3-4 точно не знаю и это шесть ударов как у оручи плюс шанс повесить доту то есть вот эта подруга вайланд ревенджа в чем она лучших вы то что у нее все мульти атака абсолютно тоже есть замедление плохое да но намного хуже но она есть и у вампира есть то есть кто-то все равно рано или поздно повесит и плюс она неприхотлива к статам то есть вы можете тупо нарядить так не как вуда в хорошие руны в какой-то мусор там типа вайланд ревенж абсолютно любой там пятизвездная рона на атаку пятизвездная рона на хп и еще шестизвездная рона на атаку в принципе легко такое потянуть достать ее можно за гв скиллы качать тоже можно и за гв если вам некуда девать гв поинты то есть вот такой вариант по поводу того кто еще может повесить замедление можно поговорить так лич точно как говорить не буду но вот эта подруга мне не понравилось я тестил ее она была пятизвездная ну не знаю она была хуже хвы почему-то реально просто вот эта хрень она вообще не прокает наличие я не знаю почему она не прокала и все хз вот то есть в идеале да в голове вот я просто рассматриваю она должна быть лучше намного нет она не работает с ней пока убирая так что еще так так то еще медло вешает дайте дай вот лич у нас чувак убивал босса с личом то есть по сути он прикольный на самом деле лишь он там боссу мульти оттачит замедло вешает а так это чё у него там еще армору может срезать то есть в принципе вроде как он неплох но врать не буду я не знаю я с ним пак не делал и плюс если босс украдет его то его надо будет долго бить это тоже может неприятно быть но в принципе я думаю с ним пак может работать кто еще так хрен его знает ребят эти протыковок я не знаю я даже скилл их не читал просто знаю что они мульти оттачит понятия не имею как они там работают что они делают так к огню к огню перейдем так вот дети да было так от хп и щит нет это дерьмо так черный лучше араока точно не берите то есть где-то на b8 где-то на b9 он может потащить но на b10 он вам все заруинит он просто с боссом будете мапаться и вы сдохните калин я уже говорил вообще отличный герой против на конкретно наличие вообще супер так кто еще кто еще бонти хантера не берите плохой моб у меня есть я тестил плохо он там работает на b8 помогал на b9 тоже я снимав то там какое-то придумал на b10 нет то есть бы 10 это вообще другая совершенно игра ведро тоже там не особо духу хвахи я показал так кто-то кого-то еще блин я хотел показать в оба бомбер бомбера вот этот чувачок он вообще реально круто тот замена волнет может быть эта хрень там по моему три раза бьет если я не ошибаюсь как у всех бомберов эта штука тоже бьет три раза эта штука бьет четыре раза то есть все что он юзает это мульти атака то есть по рунам здесь тоже тупо хп атака так либо в три атаки с допами в хп и спид то есть просто чтобы он ходил до ваших dd допустим если у вас у dd 110 спит вы бомберу можете сделать 111 и вообще не париться и все то есть вот так вот в этом идея просто чтобы он походил до вашего dd и сбил щит и все так кто еще воды можем то есть что я не ну комбойку я показал так кто еще тарк не уверен честно скажу не пользовался не уверен понятия не имею но думаю может он что-то что-то может быть он сделает так то еще еще просто сорян что это при я смотрю на бомбов и думаю кто еще может помочь надо к огню вернуться я там у огня пару мобов вспомнил короче то что там баре он показывает спидпак типа на не края десятого не ведитесь во первых у вас вряд ли есть кодусу тьмы во вторых вы не потянете по рунам играть без хила то есть у него вместо галеон вместо белки галеон короче там борода вы просто не потяните такой спидпак тупо не вывезете его и сейчас еще одного темного моба прикольного покажу тоже так лиза 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 где она блин это астер нет да где она факт вот просто картинка поменяли тимап с тремя мобами плюс это дабл атака плюс это диспейл но диспейл это мусор но тем не менее так принципе нормально если у вас там много всяких мульти атак если у вас есть какая-то канфу и кстати на боссе любая из канфу может зайти как дд но вам нужны другие мобы которые будут вешать замедление то есть почему я и за вам почему я и за их ву потому что мне нет других чуваков которые повесят замедление а без него босса реально бить сложно то есть и либо вы играете через замедление как я от паком либо вы делаете пак всех с мульти атаками и бешеным уроном это тяжелей намного то есть пак через замедление он легче так кого-то еще хотел показать леса огня блин где на взамен на этой как она называется планет планет это темная темный лапез короче мульти атака сбить плюс доты мульти атака плюс брандинг принципе нормальная замена но вот этот скилл этот тупость он ничего не делает и она вешает его в босса и в копию постоянно то есть когда юзает ланет свой ульт если в щит туда это бесполезно если нету это хоть что-то делает а это нет то есть почему я придерживаюсь того что она мне не нравится вот из-за этого скилла реально бесит вообще ну и плюс у меня ее нету поэтому я толком ее не тестил я из друзей брал юзал несколько раз мне не понравилось очень сильно не понравилось и темный моб бюджетный сейчас покажу это с ним реально сделать бюджетный пак вполне и он блин не вижу сейчас вот черный этику мая это бесполезная вещь но он рефлекте дэмэдж я не знаю как это работает на боссе может это как в общем вайланд ревенч на него то есть все мобы которых я показал все вайланд ревенч без без вариантов то есть это босс такой делайте чу хотите но вайланд ревенч по-другому никак вот эта штука бьет от хп и бьет не сильно много но нормально это прикольно плюс это замедло и дабл атака но на один ход вот чем минус это бюджетный вариант замены хвы можно так выразиться но такое себе плюс стрёмненькая лидерка есть так и еще черная кококо где она блин не вижу не вижу блин я его я в упор и тупо не вижу вот она вот куча атак бронекол стрёмный куча атак тут дабл атака и минус атака тут минус реген как его мартал и 4 кавари короче вот эти мобы тоже могут зайти помочь так сказать то есть я видел пока бюджетный типа черный ети черная коко к потолку коко огня кто еще был белка по моему кто же это был блин что даже черт его знает не помню по моему то ли вам то ли кто-то еще что-то такое они нормально ковыряют даже я бы не сказал что сильно долго там 4 или 5 минут пак этот бил парень пишет пак стопроцентный как бы ну вот как то так так пару нам я всех показал вроде бы да вроде все так и сейчас табличку босса откроем посмотрите какими мамами люди бьют ну и сами какие-то выводы тоже делаете из того что у вас есть из того что если у вас не получается как бы не расстраивайтесь босс реально не такой уж простой как кажется под него действительно надо делать пак вот видите калин все бьют планет хво на первом месте белка то есть почти в каждом паке белка вот забрал тую заяк короче честно скажу мне не понравился то есть вы берете чувака который иногда сбивает щит который типа иногда дотает босса и все ничего не делать первые две белки чуть делают ему надо вайланд ревенж и вайланд нормальный то есть соткой крита чтобы доты вешались все такое у нее долгие колдауны он у меня full skill не подумайте так как буду меня full skill и он у меня 6 звезд он в нормальных ронах но не вайланд теги ревенджа но он там ни хрена не делает серьезно все с ним разные паки пытался сделать фигня полная то есть как то так если он будет ходить всегда последним там как ddn убьет он тоже мало короче не знаю в общем это только мои мысли я не говорю что это все сто процентов что только так по-другому вы не убьете нет просто это вот то как я вижу этот некраба 10 может что-то изменится но вот так вот чего упадет чего упадет чего упадет 10 тысяч о 15 рисов нормально в общем вот такой вот некраба 10 пишите свои мысли может пишите в чем я не прав в чем я прав всем спасибо всем пока